МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. Ровно неделю назад Рязань отметила День города. Длился этот праздник на протяжении трех дней. Я думаю, сейчас вам будет интересно вспомнить, как это было. Ну а стартовал праздник на площадке в городском парке. И сегодня вместе с нами я предлагаю вам посмотреть, что же интересного здесь происходило. Пятница, ранний вечер, но, кажется, никто не торопится домой или на отдых за город. Еще бы сегодня в Рязани можно найти множество интересных развлечений на любой вкус. Но открывает празднование Дня города спортивное мероприятие в городском парке. Более 60 команд из Рязани и области собрались здесь, чтобы поучаствовать в открытом первенстве Рязани по стритболу. Стритбол – это, по сути, дворовый баскетбол. И сегодняшний наплыв участников только подтверждает, что этот вид спорта становится все более и более популярным. С помощью этих ребят, которые сегодня играют, это, наверное, тоже общий маленький кирпичик, большое дело того, чтобы стритбол стал олимпийским видом спорта. Разговоры ведутся, но нужны конкретные действия. И такие соревнования, такие турниры на каждом муниципальном уровне должны привести к тому, чтобы стритбол должен стать олимпийским видом спорта. Спортивная составляющая – это лишь малая часть большого и интересного праздника. Кроме этого, здесь открыто множество площадок, в работе которых участвуют как дети, так и взрослые. Так, например, к волшебным яблокам, собранным на станции юных натуралистов, уже выстроилась целая очередь из желающих узнать, что их ждет в скором будущем. Сейчас перед людьми стоит выбор, что же лучше – любовь, счастье, успех, удача. Вот, и поэтому здесь есть пять корзиночек, вот, молодильные яблочки, яблоки здоровья, успеха, удачи и счастья. Вот, и каждый человек подходит, выбирает яблочко и выбирает себе записочку, что же его будет ожидать в ближайшем будущем. Но не все так просто. Чтобы предсказание сбылось, нужно как можно шире улыбнуться и обязательно съесть волшебное яблочко. Ну а маленькие поклонники более подвижного и, можно даже сказать, экстремального времяпрепровождения осваивают азы горного туризма и альпинизма. Вот по этой сложной системе из веревок всем участникам предстоит пройти небольшую, но довольно сложную дистанцию. Однако детей, особенно мальчишек, сложности не пугают, ведь это спорт для настоящих мужчин. Сила, ловкость, мужество у детей. Когда они идут в поход, они там учатся разжигать костер, ставить палатку. То есть они приспосабливаются к условиям, короче, жить в природной среде. И когда приходят потом домой, то родители часто удивляются, потому что дети умеют больше, чем они. Они могут разжечь костер, приготовить есть. И, как правило, мама приходит с работы, а ребенок что-то приготовил и говорит, мама, а я тебя сегодня накормлю ужином. Еще одна площадка, где можно не только развлечься, но и узнать необходимую и важную информацию, организованную управлением ГИБДД. Сегодня в День города мы в игровой форме. Еще раз напоминаем детям о правилах дорожного движения. У нас велоэстафеты, конкурсы, загадки, призы. Родителям мы рассказываем еще раз, как правильно перевозить ребенка в автомобиле, автолюлька, автокресло. Вот так, участвуя в этих конкурсах, дети и их родители вспоминают правила дорожного движения и заодно получают заряд позитива и хорошего настроения. Кроме всего вышеперечисленного, здесь было множество забавных игр, эстафет и викторин. Так что всем посетителям праздника и маленьким, и большим скучать некогда. Тут много еще интересного. Мы еще не на все сходили. Тут разные конкурсы интересные есть. На батутах можно попрыгать, можно выиграть жетончики, которые обменять потом на подарки. Призы хорошие. Тут и они ознакомятся, тут и ДПС, тут и знаки они рисуют. То есть обалденный вообще праздник. Конкурсы очень разные, очень интересные. Была я почти на всех конкурсах, но не я, маленькая сестренка была. Все очень интересно, весело. Ну что ж, а теперь мы отправляемся на улицу Почтовую. Именно там сегодня должен пройти музыкальный фестиваль «Подбелка-2014». Итак, мы продолжаем рассказывать о том, как Рязань отмечала День города. И сейчас мы находимся с вами на улице Почтовой, где в самом разгаре фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2014». В этот раз любой желающий на этом фестивале смог совершить путешествие во времени. Конечно же, такое путешествие стало возможным осуществить благодаря музыке, которая в этот вечер связывает единой нитью более 5000 рязанцев, пришедших на фестиваль. Ну а творческие коллективы Рязани, а их здесь более 30, играют лучшие мелодии 80-х, 90-х и 2000-х. «Подбелка-2014» А тем временем под зажигательные ритмы мимо проходят раскрашенные люди, и даже некоторые музыканты воспользовались случаем поучаствовать в фестивале Краск, с которого и началась Подбелка на Лыбецком бульваре. Все круто, очень замечательно, но все нравится. Очень весело, интересно, что различная музыка представлена на разных сценах. Жалко только, что краски мало. Краски мало, да. Очень много талантливых групп, очень интересно посмотреть на разных исполнителей Рязани, знать, что они есть. Нам все очень нравится, весело, задорно. Такие веселые ребята ходят разноцветные. Ну, в общем, все прикольно. Своё мастерство в этот вечер также показывают танцевальные группы, художники, мастера декоративно-прикладного творчества и поэты. Но все же здесь господствует музыка. Мы продолжим нашу работу послезавтра, то есть в воскресенье. Ну, а вы прямо сейчас узнаете, как же закончилось празднование дня города. Итак, Рязань продолжает праздновать день города. В воскресенье и снова мы оказались на улице Почтовой. Правда, на сей раз мы стали участниками совсем другого фестиваля. Фестиваль под названием «Рязань приглашает друзей». Утро воскресенья началось с дождя, но ровно к началу фестиваля выглянуло солнце, а огромный пирог и веселый концерт окончательно утвердили атмосферу праздника, который в этом году стал юбилейным. Впервые он прошел пять лет назад. Тогда его почетными участниками стали две делегации городов-побратимов в Рязани. Но с каждым годом количество гостей все увеличивается. Да и городов-побратимов становится все больше. Так совсем недавно их список пополнил Брест. Наверное, в следующем году можно уже организовать площадку белорусской культуры, потому что она многогранна, она очень интересная. Это относится и к кухне, и к национальным танцам, костюмам, песням. Поэтому, наверное, как бы в планах тоже будем вместе все совместно с администрацией думать. Этот фестиваль на протяжении всего времени своего существования знакомил рязанцев с культурой городов-побратимов. В этот же раз особый акцент сделан на национальные содружества. У нас в Рязани очень много. Дом общественных организаций областной большую работу очень проводит. И нам помогает проводить городу Рязани госсодружеств национальных культур. Вы заметили, что начиная с Масленицы на всех мероприятиях представители разных национальностей, которые живут в нашем городе. Поэтому думаю, что вот эта вот традиция, она будет не только в этом году, но она продолжится и в следующие годы. Ведь каждая культура, она многогранна. Мы отдаем дань всем культурам. Мы очень рады, что здесь, в Рязани, у нас, слава богу, гармоничные отношения складываются между различными национальностями. И будем работать над этим и будущим. И вот такие фестивали, они очень интересные, очень правильные, я считаю. И сегодня, конечно, хотелось бы пожелать всем нам проводить и дальше подобные мероприятия, которые прилегают очень многих участников, очень многих жителей. И это по-другому быть, на мой взгляд, не может. Песни, танцы, угощения, сувенирная продукция – всем этим наслаждаться можно бесконечно, особенно на обновленной к празднику улице Почтовой. И, пожалуй, теперь ее смело можно называть Рязанским Арбатом. Сама идея реконструкции Почтовой возникла тогда, когда мы пришли к мнению, что у нас мало таких знаковых мест, где бы рязанцы и гости Рязани могли бы отдохнуть. Ну, пожалуй, только Кремль Рязанский. И мы решили, что с точки зрения развития туризма в городе Рязани, привлечения сюда большего количества гостей, необходимо создать еще одну культурную зону. И мы остановились на улице Почтовой, естественно, как пешеходной зоне. Решили сделать реконструкцию. Администрация города очень в этом, скажем так, активно участвовала. И без нее бы, наверное, проект не состоялся. И теперь стоит задача, чтобы наполнить эту улицу музыкантами, художниками, разными интересными мероприятиями, событиями. Ну, а пока день города еще не закончился, здесь достаточно мероприятий на любой вкус и возраст. Гигантские мыльные пузыри, обучение танцам от школы губернского бала и множество других не менее интересных площадок. Ну что ж, а с улицы Почтовой мы отправляемся на Ореховое озеро. Сейчас здесь в самом разгаре фестиваль «Ореховый берег». Что интересного можно здесь увидеть? Я предлагаю посмотреть вам вместе с нами. Как и на всех праздничных площадках города, здесь много музыки, танцев, смеха и развлечений. Вот только атмосфера совсем не городская. Озеро, лес и много открытого неба создают впечатление единения с природой. Мы много где ездили, вот сам со своей группой выступать, в том числе, вот, знаю по разным городам ситуации. Мало в каком городе есть такие зоны, где на троллейбусе можно приехать, и ты абсолютно чувствуешь себя за городом где-то вот. Это, не знаю, уникальное место. Здесь рязанцы могли и искупаться, и посмотреть исторические реконструкции, и поучаствовать в веселых опытах. В общем, было весело. В день города рязанцы могли повеселиться не только на городских развлекательных площадках, но и посетить цирк. Тем более, что туда приехала новая программа «Гигантские шимпанзе», которая будет работать в рязанском цирке до 24 августа. Казалось бы, что интересного можно ожидать от летнего циркового сезона. Но нет, сначала нас удивлял принц Египта с нильскими львами, теперь же наш город посетили гигантские шимпанзе. Но обо всем по порядку. Несмотря на прекрасную погоду и множество интересных городских мероприятий, на представление собралось довольно много народа. И еще бы, всем хочется прикоснуться к волшебному миру циркового искусства. Воздушные гимнасты, веселые клоуны и, конечно же, обещанные гигантские шимпанзе. Да все замечательно. Да, очень понравилось. Да, нам очень понравилось. Здорово. А что тебе больше всего понравилось? Как там обезьяны танцевали хорошо. На обезьянки нам понравились, акробаты нам понравились. Да, дед? Да. Все было замечательно. Второе отделение тоже порадовало детей и взрослых выступлениями животных. Ведь чаще всего именно из-за них люди и стремятся в цирк. Но согласитесь, не в каждой программе вы можете увидеть настоящего оленя. Блестящим завершением программы стало выступление лихих кубанских казаков. Ну, вы сами понимаете, все это лучше увидеть собственными глазами. Так что поспешите. Вот таким было празднование Дня города в этом году. Если во время этого праздника вы куда-то не успели попасть, я надеюсь, что наша программа восполнила этот пробел. Ну, а я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин